Это уже неспроста. Вторая же игра будет под названием Олиджи, по-моему, так она называется. Обязательно найдите её на канале, потому что это что-то с чем-то, ребят. Она во мне такую смесь эмоций вызывает. От прям отрицательно плохого до такого прям... А не плохо так сделано. Я до сих пор не определился, хорошая это игра или плохая. Поэтому мне нужен будет ваш совет, чтобы понять всё-таки, что эта игра себя представляет. И как она вообще хороша, плоха, я, честно говоря, даже не знаю. Но сейчас мы с вами смотрим игру под названием Дис Джанкшн, наверное, я правильно её обозначаю. Я в неё уже поиграл, поэтому быстренько сейчас покажу вам, что она из себя представляет. Настройки довольно банальные. Тут по игре всякая там мутатня, тут по управлению. В принципе, всё, что не сильно много всего по аудио, в принципе, то же самое. Как бы всё так простенько довольно-таки и банально. Ну, а мы начнём с вами новую игру подтвердить. Потому что там мы, в принципе, с вами всю систему и посмотрим. Я дошёл до второго уровня, немножко по нему побегал. Может, даже я его прошёл, второй уровень. Нет, не прошёл я второй уровень. Я так, побегал где-то с серединки наполовинку. В общем, в чём суть? И в чём интерес? Значит, есть некий в Нью-Йорке район Central City. Называется, что хорошо, сразу скажу. Это большой плюс игры, мне это очень нравится. Когда нажимаешь на оранжевые такие штучки, то вы видите информацию, потому что такое Central City. Или, например, видите информацию по тому, кто такой Ламар Хаббард. То есть, как бы, это довольно-таки классно сделано. Я только приветствую, в принципе, такие моменты в играх. Вот. При том, что, обратите внимание, здесь написано. Если навести курсор на оранжевый текст, появится дополнительная информация. Да, именно так. То есть, юморок такой тоже присутствует, как бы, да. И из-за этого, в принципе, плюс разработчикам обязательно в карму от меня, по крайней мере, прилетает. Ну вот. Суть какая? В Central City погиб заслуженный офицер Семель Луис. Якобы его застрелил лидер этого самого Central City. А Central City это такой район для бедняков в Нью-Йорке. Вот. И лидер этого бедного района, Ламар Хаббард, якобы его застрелил. А дома у этого Ламара Хаббарда обнаружили наркотики под названием «Осколок». Ну, собственно говоря, его задержали и будут судить и за убийство, и за хранение, видимо, наркотиков. Вот. Я являюсь частным детективом, буду играть за него. Соответственно, мне звонит, скажем так, наверное, правая рука его, что ли, этого самого Ламара. Находим мы на Васт с вами. Тут телефон на пробел, мы с ним реагируем. Сибил. Сибил. А, можно было прочитать, кто она такая. Но мы что-то не прочитали. В общем, она одна из... Ну, правая рука, скажем так, Ламара. Вот. Она нас просит расследовать, почему его задержали, и она не верит, что у него там есть какие-то наркотики, и что он убийца. И нам, как детективу, говорит, расследовать, в принципе, эту ситуацию. И мы должны... Оказывается, он лежал в какой-то клинике, А она заметила, что те, кто из этой клиники выписываются, потом попадают в тюрьму по какой-то причине. Вот. И она считает, что эта клиника в чем-то, видимо, замешана. Поэтому она предлагает мне пробраться в клинику и поискать там улики. Собственно говоря, эти мы с вами сейчас первой миссией и займемся. Отправляемся мы. Ну, такая неплохая рисованная графика. Опять же, пиксельная. Я не одобряю пиксельные игры вообще, в принципе. Я не понимаю, почему. Ну, вернее, понимаю, почему разработчики пиксельные игры продвигают. Потому что они более дешевые и простые в разработке. Но, блин. Это не есть хорошо. И это не хороший тренд на самом деле. Итак, мы попадаем в больницу. И, собственно говоря, давайте искать и пытаться пройти здесь. Что удобно, если мы мышкой передвигаем и видим, в принципе, то, что вокруг происходит. То есть, как бы, не то, чтобы вот так прям по центру тупо у нас персонаж бегал. А мы можем прям посмотреть, где что находится. Это прям прикольно. Наш шифт позволяет нам прятаться. То есть, мы вот так вот прячемся и видим, соответственно, угол обзора тех противников, которые находятся на карте. Если мы подбежим вот сюда, например, то мы попадаем в тень. Видите, наш персонаж стал более прозрачным. Вот здесь он нормально выглядит. А здесь он стал попрозрачнее. То есть, он в тени. И его здесь никто не увидит. Ну, и кроме того, если прям конкретно на него будет смотреть какой-то персонаж. Ну, вот, собственно говоря, мы можем спокойно краситься. Это делает нас бесшумными. То есть, он нас не слышит. Подбираемся сзади. И ударом... Так, а удар у нас... Ти, подобрался называется. Епперный театр. А что, я не могу его убить, что ли? А, я, наверное, здесь не могу его ударить просто. Чего я туплю? Тут надо просто мимо прокрасить. А вот здесь уже, в принципе, его можно ударить. Вот, левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши, это выстрелы из пистолета. Вот здесь в углу у нас пистолет. У него 6 патронов, 12 обоим, я так понимаю. Или 12 патронов, 6 в пистолете, не знаю. Ну, в общем, можно им, в принципе, пока не пользоваться. Подходим сзади, просто бьем чувака, и мы его оглушаем. Это не смертельный удар в ближнем бою. Если же мы будем просто вот так фигачить чуваков, то, собственно говоря, мы их убьем. В данном случае он, получается, у нас оглушен. На пробел мы его можем поднять, перетащить, куда нам надо, и спрятать, собственно говоря, от глаз других охранников, чтобы они ничего не видели. На пробел мы, опять же, действуем с картами. Дверь заперта, чтобы ее открыть, нужна ключ-карта. Значит, я где-то... А, вот она, ключ-карта. Все, подобрали ее, открываем дверь на пробельчик. Ну, бежим, собственно говоря, дальше. Это у нас точка сохранения. Сохраняемся на ней и двигаем дальше. Тут у нас персонажи уже начинают ходить. Собственно говоря, нам надо спрятаться, мочкануть вот этого, забрать его, спрятать куда-нибудь вот сюда и подождать, пока этот чувак пройдет, чтобы его завалить. Естественно, дальше все будет только сложнее. Только сложнее и сложнее. Поэтому имейте в виду, что игра довольно-таки непростая. Даже первый уровень для меня уже... Видите, что получилось? Он меня впалил, потому что я бежал. Я бежал, и он меня услышал. А когда крадешься, шагов твоих не слышно. Поэтому пришлось его убить. У него, соответственно, кровь. То есть это говорит о том, что он убит вновь. Ну и он, соответственно, мне немножечко нанес урона, что не очень приятно. Поэтому надо поаккуратней. У нас есть теперь появился шокер вот здесь. Он действует на Е. То есть мы подкрадываемся. Выбираем нашего чувака. Нажимаем Е. И мы шокером его оглушили. Проходит этот момент, когда он оглушен. Но, естественно, у него вопрос появляется. Типа, что произошло? Он пытается поискать, посмотреть, что же происходит. Вот. Воу-воу-воу. Как он меня так запалил-то? Тут что, проходить можно? Фига себе. Давайте попробуем его начкануть. Вот так. Вот. Поэтому надо стараться не бегать, а на Shift шагом ходить. Но Shift надо зажимать. Я не знаю, можно ли в настройках сделать так, чтобы не зажимать Shift. Мне кажется, нельзя, наверное. Освещение, скрытность, включить только К плюс М. Скрытность, только К плюс М. Чё это такое? Чё бы это значило? Только клавиша плюс мышь, что ли? То клавиатура плюс мышь, что ли? Чё-то непонятно. Ну, в общем, Shift зажимаете и бегаете. Это, в принципе, нормально. Здесь нам надо кинуть дымовую гранату. Оно у нас вот появилось на клавишу F. Собственно говоря, мы выбираем персонажа, куда мы будем кидать. Нажимаем F. Она взрывается, и мы быстренько проскальзываем мимо этих чуваков. Но так вполне себе успешно мы избежали обнаружения. Вот. Если мы кидаем гранату прямо непосредственно в чувака, то она сразу взрывается. Если мы кидаем её где-то рядом, то есть, например, ну, куда-нибудь вот сюда, да? А, ну она опять же попала в него, собственно говоря, поэтому взорвалась. Сейчас ещё раз покажу. Сейчас она подзарядится у нас. Вот. У неё есть синяки и энергоячейки. Я так понимаю, что дальше они будут тратиться. А, вот, всё, видно. То есть, чтобы её кинуть, надо потратить три ячейки. Мы её кинули, три ячейки, видимо, потратили. Я так понимаю. Да, вот ещё три ячейки потратили. Ну, в принципе, суть ясна. Электрошок. Одну ячейку тратит лечение. Четыре ячейки. Поэтому давайте подлечимся. И пойдём дальше, собственно говоря. А у нас энергия восстановилась. Это очень интересно. Может так она... Не знаю, может это миссия такая обучающая. Поэтому энергия восстанавливается. Фиг кто его знает. Во-во, впалил нас. Ну, мы его застрелим. Вот так. Во всех популярен. Можно стрелять. Да, это не обойма. Это патроны. То есть, всего 12 патронов у нас здесь. Но вот здесь можно их поднять и пополнить. Стало их 10 у нас. Вот. Можно, конечно, и убивать. В принципе. Ну, давайте проходить по стелсу. Потому что я думаю, что убийство. Тем более без... Ну, как бы невиновных людей. Наверное, теоретически. Теоретически. Потом скажутся на нашей карме, наверное. Тут предлагают зайти в кодекс. Чтобы перейти в меню, нажмите клавишу, чтобы открыть кодекс. А, нажмите клавишу ТА. Вот. Здесь, в принципе, вся информация. Есть по заданию информация, что нам надо сделать. Карта, которую мы прошли с информацией, где какие контрольные точки, где какие двери, лестницы, предметы, игрок и так далее и тому подобное. Ну, и, в принципе, информация та, которую мы сейчас получаем. Что такое меткий глаз, дымовая граната, шокер. То есть, тут, помимо того, что здесь информация, она еще и здесь как бы не то чтобы дублируется, а немножечко по-другому расписывается. Вот. Ну, более и более, так скажем так, поэтично. Здесь как бы такой сухой текст, а здесь уже как бы история про дымовую гранату. Вот. Что, в принципе, опять же, только плюс игре. Почитать всю эту информацию, проникнуться игрой, понять, что к чему и почему. Я считаю, это только... Это только в плюс идет. Так, тут уже у нас сидит робот, который, в принципе, все вокруг себя видит. Вот. Но мы пойдем, наверное, сейчас вот в эту сторону. А, он там палит вообще сюда постоянно, да? Воу-воу-воу-воу. Нам бы вот этого чувака как-нибудь завалить. Да, блин, тут, по-моему, не получится никого завалить. Хе-хе-хе. Можно, в принципе, попробовать электрошокером вот этого сейчас мочкануть. Вот, смотрите. Вот он у нас идет. Я его мочканул. И убил. Даже, может, даже и не убил. Может быть, он даже живой у нас остался. Вот сюда его оттащим. Так, ну а теперь, собственно говоря, можем вот этого мочкануть. Спокойненько. А потом вон того. Че бы нет-то. Вот так, отлично. Тут у нас энергия пополняется. Но поскольку она у нас полная, поэтому, собственно говоря, мы не можем это взять. Двигаем наверху, полегнемся. И пришлось его завалить. Бывает. Сохранимся. Надо просто шифт все время жать, чтобы как бы немножечко вперед вот так просматривать карту. Чтобы понимание было, что, где, почему и для чего. Так, вот здесь мы с тобой что, вокруг тебя обойдем? Сейчас, да, сзади ударим. А, да. Готово. Так, ну че, давайте подлечимся. А потом возьмем вот эту энергию себе. Она нам дает один квадратик маленький. Тут у нас текстовая вкладка. Выдержка из местных газет. Я уж не буду ее читать, но вы можете прочитать. То есть, помимо того, что, как бы, такая информация есть. Есть еще такие вот выдержки различные. Которые погружают вас в лор игры. Опять же, скажу, это только в плюс игре. Это здорово, когда в игре есть много текста. Если кто-то не любит текст читать, он его, естественно, пропустит. Те, кто любит текст читать, тот, соответственно, узнает об игре больше информации. И, скажем так. Да, вообще-то, это только плюс. Я думаю, никто со мной даже спорить в этом плане не будет. Так, тут у нас летает робот. Надо поаккуратнее быть. Сейчас мы вот это... А, он сейчас вниз улетит. Давайте, и тогда мы пойдем уже, собственно говоря. На, на. Мы тебя сейчас возьмем. И перенесем куда. Куда-нибудь вниз, вот сюда, вот подальше. Все, отлично. Тут у нас жизни восполняются, но они у нас, опять же, полные. Поэтому восполнять их смысла как бы нет. Так, добрались до этого чувака. Вырубили его. Ну, давайте его оттащим куда-нибудь вот сюда, на всякий пожарный. Ну, в принципе, все. Вот мы с вами миссию прошли. Получили информацию, которая нам нужна была. Собственно говоря, миссия пройдена. Ну вот. Вполне возможно, дальше будет появляться какое-то другое оружие. Вполне логично. Нужно набрать Сибил. Сибил, это у нас кто? Жена Ламар. А, это его жена получается. Вот. И, скажем так, второе поселение по своей, ну, не мощь, а по своему влиянию, что ли. Значит, я выяснил, что они и в этой клинике, когда лечились, потом их недавно отправляли в какую-то лабораторию. Соответственно, я предлагаю попасть в эту лабораторию, чтобы узнать, что к чему там происходит. Вот. Она меня отчитывает за то, что я там кого-то убил. Я, собственно говоря, должен как-то оправдываться по этому поводу. Есть выбор вариантов диалогов, естественно. Вот. Поэтому тоже вполне возможно, они на что-то могут дальше влиять. Ну вот. Собственно говоря, у нас появилась вторая миссия. Нам надо пойти, попасть в лабораторию и узнать, почему туда данные эти отправляют и что там в этой лаборатории происходит. Перед тем, как туда отправиться, нам сейчас дадут возможность немножечко себя улучшить. Всё довольно-таки банально, но вы тоже должны как бы это знать. Значит, в чём суть? В первую очередь у нас есть улучшения. Надо получать очки улучшения. Они у нас даются в начале каждого уровня. Очки улучшения можно получить в процессе игры, находя комплекты для улучшения. Набор улучшений непостоянный. Вы можете изменить его перед началом каждого уровня. Там, по-моему, комплект для улучшений как раз-таки был. Я его просто пропустил, проморгал, скажем так. Но он там был. Его можно было найти. Ну вот. Собственно говоря, если бы я его нашёл, у меня было бы одно очко улучшения. Я бы мог, например, что-то здесь улучшить. Улучшить можно 8, как бы, вариантов. Вполне возможно, дальше их будет больше, либо они будут как-то разнообразиться, в отличие вот от этих перков. Хотя, может быть, тут ничего уже меняться не будет, и вполне возможно, это всё останется так, как есть. Вот. Потом, помимо этого улучшения улучшения, у нас ещё тратятся очки опыта. Очки опыта можно заработать в процессе игры, выполняя задания. Набор умений непостоянный. Вы можете изменить его перед началом каждого уровня. Ну вот. То есть, собственно говоря, можем здесь ещё на 5 очков опыта, вот они, видите, по 5 очков даются, выбрать что-нибудь из этих 4 вариантов. Будет больше очков опыта, можно будет тут ещё что-то, например, здесь 5 потратить, и здесь 10, итого 15 очков мы прокачаем вот эту вот веточку на 2 пункта. Ну вот, опять же, выбирайте то, что вам больше нравится, то, что считаете нужно. Ну вот, ну, к примеру, наверное, увеличивает шансы Фрэнка найти запасы энергии на 25%. Я думаю, это, в принципе, довольно неплохая штука. Вот. Ну и, собственно говоря, вот так строятся миссии. Я думаю, что в игре ничего другого, скажем так, не будет. Могут меняться вот эти вещи здесь, теоретически. Может меняться оружие, скорее всего. Ну вот. Скорее всего, могут меняться вот эти перки начальные перед уровнем, можно разные выбирать. Но, в основном, я думаю, в принципе, эта игра довольно линейна, как мне кажется. Ну, в плане миссий. Поэтому такая на один раз. Но поиграть можно. Ничего плохого я про неё не скажу, в принципе. Да, игра, конечно, на любителя. Но если вы любите стелси, там, прокрадываться где-то мимо врагов, поглушать их, оттаскивать. Это, в принципе, вполне себе играбельная вещь. Можно не стелсить, а можно просто тупо их всех убивать и отстреливать. Почему нет-то? Вопросов никаких в этом нету. Проблем никаких в этом нет. Единственное, надо только разжеваться оружием. Но, я думаю, тоже, как бы, сложностей особых в этом не будет. Вот. Вот они нас валили. Ну, мы их, собственно говоря, завалили. А, и зарядиться надо. Хе-хе-хе. Ну, вот как-то так. В принципе, можем спокойно их убивать. На ку лечиться, собственно говоря. И вообще не париться. Ну, вот. Никто вам этого, в принципе, не запрещает. И тут нужна ключ-карт. Конечно, вполне возможно, это как-то повлияет потом на то, что ты всех убил. И, не знаю. Ну, какие-то сложности, может быть, может. Пипец. Чуть меня не убили. Потому что, когда ты лечишься, ты стоишь на месте, ты не можешь убежать. Это, как бы, такая не очень хорошая фишка. Так, где-то здесь энергия была. Давай поднимем. Естественно, короче, лучше прорадоваться. Потому что так безопаснее. Сами понимаете. Тут, наверное, зона. Может, камеру надо вырубить. Вот ключ-карта. То есть, в теории, можно пойти по струсу. Ну, и желательно, наверное. А можно, в принципе, проходить вот так, довольно-таки агрессивно. И неприятно. Так, наём карта не выбирается. Карта выбирается только вот здесь. Мы видим, что тут, в принципе, ничего больше нет. Нам надо проходить вниз. Там будет контрольная точка. Ну, вот на этом я, в принципе, наверное, игру закончу. Потому что суть игры по большей степени ясна. Я думаю, если кому понравилось, можете спокойненько её скачать. И поиграть. Подписывайся на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Обязательно оттрибунькайте колокольчик, чтобы знать, что новые игрушечки вышли. Ну, и, собственно говоря, спасибо, что посмотрели. Всем пока-два.